В принципе, я просматривал Загребельного, значит, я когда-то читал, он просматривал, кажется, 4 тома. Очень много исторических, серия исторических, там называется «Истории без цензуры», ну там названия у них разные идут, «История Украины». Еще я много книг читаю по специальности, по своей работе, то есть отделочные работы, утепление, интерьер, дизайн. Я только Джеколуна читал, больше ничего не знаю, что посоветовали вам. Читала я книги давно, сейчас больше читаем то, что в школе задают сыну, такую всякую литературу, а насчет дополнительной нет, извините. Когда-то читала «Вечный зов», с фильмом, конечно, не сравнить эту книгу, книга совершенно другая. Потом «Голова профессора» Довля, с фильмом опять-таки не сравнишь, очень интересная книга. Ох, давайте начнем. «Луна и грош», потом, сейчас вспомню, «Иржи грошек» и «Над пропастью боржи», наверное. Ну это я дочитывала, начинала в 15-м, сейчас дочитывала. Мартин Иден, наверное, больше всего мне впечатлил за последнее время. Я перечитываю сейчас классику, Котлеровского перечитывал, особенно мне как с перечетом Энеида понравилось, я ее вот так в захвате перечитывал. Ну и других классиков в основном, в современных я не читаю. В 16-м, в 15-м читал, Мастера Маргариты читал. Мы прочитали, ну, много разных книг прочитали, они очень интересные, и особенно русские сказки. У нас есть книга такая толстая, там много разных сказок, и они очень хорошие. Я вам посоветую почитать, мне понравилась сказка, ну, там где Иван-Царевич и Кочей Бессмертный. Это сказка, мне она очень понравилась. У нас в гостях бібліотекар Ирина Ирошевская. Вітаю вас, дякую, что вы с нами. Отже, сегодня поговорим, продолжаючи тему, те, что запитывали у Миколаевцев, наши журналісти, это книжки, которые читали в 2016-м. Кому, как не вам, добре знать, какие книжки любят миколаевцы, тем более маленькие миколаевцы. А как мы будем сегодня это делить, робити цей топ? Сейчас, все, я готовилась, все расскажу. Ну, во-первых, доброе утро, Виктор, доброе утро, дорогие телезрители. Я пришла развенчивать миф, что наши дети не читают. Наши дети читают, просто литература стала другая, потому что другие дети, конечно же, они не такие, как их сверстники 20-30 лет назад. У них меняется вкус, и то, что когда говорят, что дети сидят у компьютера, с утра до вечера, ничего не делают, это неправда. И поверьте мне, что не только заканчиваются чтения на Википедии. Не на техники смотрят, да? Да, да, совершенно. Поэтому этим будет доказательством, такой небольшой хит-парад книг, которые я принесла. Я условно поделила на три категории возрастные. Это книги для младшего возраста, среднего возраста и для старшего возраста. Трудно было, конечно, выбрать, но мы это сделали. Сделали, да? И начинаем. Конечно же, если, допустим, современного ребенка спросить, процитировать Достоевского, преступление-наказание, или Ивана Фаранка, там, ко меня, навряд ли. Но поверьте мне, что заклинания Гарри Поттера они будут говорить наизусть, будут хронику Нарнии цитировать и так далее. Но начнем. Малыши. Что же читают малыши? Что они предпочитают? Добрая старая классика. Никто не отменял. Датский сказочник Ганс Христиан Андерсон. И, конечно же, «Снежная королева». Такими снежными, холодными днями и вечерами почитать ребенку эту книгу, или сам ребенок полистает. Изумительное издательство «Абаба Галамага». И чем еще интересна эта книжка, что ее иллюстрировал известный украинский график Владислав Эрка. Поэтому эта книга не только переносит добрую сказку, но и прекрасные иллюстрации, которые практически завораживают. Эту книгу можно подарить не только своему малышу, но и кому-то еще. Так что классика остается, она востребована. Можно и самому еще понаслаждаться, когда читаешь малышу. Конечно, конечно же. Силы добра, как вы помните, Виктор, побеждают. И это главное. Так, здесь пошла уже не классика, смотрю. Далее пошла не классика, да. У нас сейчас все будет меняться. Вот посмотрите. Востребована вот последний, буквально там год, ну да, последних два года. Вот такая серия, как эстетическое воспитание детей. Детская картинная галерея. И в чем изюминка этой книги? В том, что иллюстрирует художник, и от лица именно художника идет повествование. Добрые, такие нежные, поучительные сказки. Про вечные ценности, добро, как хорошо, что за окном светит солнышко, как хорошо, что рядом мама, как хорошо, что есть друг. И, конечно же, как я говорю, иллюстрация. Ну, в стиле Гопчинской, как вы можете заметить. Я вот хотел спросить, где-то прямо Гопчинская и иллюстрировала стилистики? Это пот. В данном случае это художница Светлана Рудикова. То есть, каждая книга, каждый художник рассказывает свою историю. Поэтому это современная украинская литература. И это радует, что у нас появились на нашем украинском небосклоне литературном новые имена. Которые удивляют читателей. И самое главное, что читатели их выбирают. Да, да. И я продолжу вас удивлять. Далее. Вот такая украинская писательница. Она делает первые шаги еще в литературе. Литературе по образованию она экономист Елена Буцун и ее малюк Гильзи. Вот. Когда, кстати, поступила эта книга к нам в библиотеку, мы делаем обзор, как обычно, специалист. Мы пролистали, что это такое. Многие посоветовались, поговорили. Я бы много не почитала, я бы ребенка не купила. Но наши читатели читают. Вот. Они спрашивают эту книгу. То есть она уже по сарафанке, скажем так, расходится. Да, да, да. То есть не всегда то, что советует там кто-то. Надо взять, прочесть и влюбиться в героев. А как же в них не влюбиться? Послушайте. Такие герои, как Мряска, Дугумба, Зюбарик, Корлюзик, Зюзя. Даже сразу... Ну, то есть словарный запас у ребенка будет расширяться. Детская такая вот фантастика. Маленький инопланетянин. И опять же, простые вещи автор показывает по-другому. Глазами детей. Что, естественно, детям очень нравится. Не знаю, пойдет ли дальше. Будет ли действительно там писательницей. Или будет ли продолжение. Но, тем не менее, спрос есть. Поэтому, как бы, все возможно. Так, теперь идем к книгам по объемнее. О, это книга-сюрприз. Книга-игрушка. Это 3D-книга. В книжном хит-параде 3D-книги у нас уже удерживаются буквально, как, не знаю, ну, последние годы. В данном случае, это книга «Страна Оз» Фрэнка Баума. Есть. Вот, то есть, это американская классика, да. И вот, когда ребенок в руки берет эту книгу, естественно, что он забывает обо всем. Он не только... А я сейчас лично вспоминаю вот эту саму сюжетную линию, просматривая вот эту серию. Да, да, да. То есть, ребенок начинает играть. Это книга-игрушка, книга-театр. Вот. Тут же узнает героя, узнает автора. Переносится в волшебный мир. Страны Оз, как вы помните. И поверьте мне, родители на какой-то час могут совершенно заниматься своими делами. Потому что точно час ребенку будет чем заняться. Да, вот. Таких у нас книг несколько. И они всегда на расхват. Они даже стали у нас немножечко такие, как я говорю, распухлые, не совсем закрываются. Но это хорошо, потому что дети... Показатель того, что дети читают. Да, да, да. Это самое главное. Когда не блестит обложечка, а когда она затерта, когда она уже пошла по рукам, когда она востребована, естественно. Так что видите, как у нас классика, современность опять классика. Не выбывает, да, из топов. Да, да. Совершенно верно. И далее Николай Носов. Виктор, читали в детстве Носова. Даже все, я вот сейчас смотрю иллюстрации и вспоминаю даже некоторые. Да, да, сборник рассказов. Российский писатель Николай Носов. Несмотря на то, что это программное произведение, а мы знаем, что не всегда дети любят программу. Любят программу. Да, программу. Но сейчас я вам должна сказать, такая тенденция, что радует. Что многие произведения советские, наших украинских писателей, вот, входят в программу. И они действительно дети спрашивают. Их не надо заставлять читать. Ну, а историю про своих сверстников, да, смешные кумы, как скажут, да, украинскую историю, всегда захватывают. И я не видела такого ребенка, который бы, ну, сказал, мне не понравился Носов. В любом случае, что-то, да, понравится. Что-то, да, понравится. Да, они не назидательные, но поучительные. Так, идем дальше. Это у нас еще, это все возраст какой? Это все еще младший возраст. Младший. Да. Ну, вот это немножечко переход в четвертый класс, где-то среднему. Известная голландская писательница Анни Шмидт. Как-то вот случайно, ну, не сильно мы знали про эту писательницу и не сильно делали ставки на эти книжечки. Четыре книжечки у нас есть в библиотеке «Саша и Маша». Но, опять же, я не знаю, честно говоря, не читала, но вот дети спрашивают просто наперебой. Видите, даже у нас уже такая вот плечили книжечку, как говорится, да. Небольшие рассказы про детей, очень поучительные, яркие, очень, ну, как сказать, завлекают детей. Вот не знаю, почему. Саша и Маша. Саша и Маша. Ну, голландские герои, там, Йоники еще как-то, поэтому, когда уже переводили, решили, что попроще Саша и Маша, но это не имеет значения. Главное, что герои нравятся, они полюбились, книга спрашиваемая. Ну, и, как бы, мы имеем в планах еще заказать книги такой писательницы, потому что она очень нравится нашим ребятишкам. Так, и у нас теперь остается еще два блока. Теперь у нас остается средний и старший возраст. Я предлагаю сделать небольшую паузу и нашим телезрителям показать еще хорошую рубрику под названием «Тест-99». Сегодня поговорим про «Марту с улицы Святого Николая». Это тоже хорошая книга, которую мы вам советуем прочитать, а после возвращайтесь и узнаете, что же читают николаевские дети и какие книги у нас остались из топа. Відома українська писменница «Дзвінка Матіяж» опікується дітками з особливими потребами, любить подорожувати, пече смачний домашній хліб і пише дуже світлі і медитативні книги, у кожній з яких сконцентровані людяність і тепло. Нещодавно наша книжкова полица збагатилася ще одним твором «Дзвінки» – «Мартею з вулиці Святого Николая». Адресовано підліткам, так написано в анотації. Насправді ж ця книга рекомендована абсолютно всім. Її можна читати в голос у родинному колі, а в школі задавати на позакласне читання. Ця історія багато чому може навчити. Повість розповідає лише про один рік з життя 13-річної дівчинки Марти, за який вона встигає добряче подорослішити, навчиться сприймати себе такою, як вона є, і ставитись до інших, як до друзів. Дорослішання, взаємини з людьми, любов і втрата – через це проходить кожен. А фоном в романі слугують творчість, музика, живопис. Часом дівчинці доводиться непросто, але вона успішно долає власні ревнощі і неприйняття, коли в її колі з'являється нова людина. І це коло друзів збільшиться, приносячи нові і нові відкриття. Марта мріє стати художницею, як Катерина Білокур, проте через вагання і сумніви в якийсь момент втрачає здатність малювати. Дзвінка Митіяж зауважувала, що писала Марту і себе також, бо сама в юності сумнівалася щодо своїх здібностей і талантів. Письменниця переконана, що книжки є поштовхом до самовдосконалення, до боротьби з комплексами і сподівається, що Марта з вулиці Святого Миколая допоможе читачам подолати невпевненість у собі. Окрім України, у книзі багато розповідається про Грузію, якою захоплюється Марта. Це країна мрій і дзвінки Митіяж. Вона, як і героїня, мріє побачити, як росте гранат, а в ідеалі зривати його з дерева. Раджу всім прочитати цю нетипову книжку про досить нетипову дівчинку. Марта з вулиці Святого Миколая з ціллюя, дарує надію на краще, якої ми всі так потребуємо. Мені приємно було б жити на вулиці Святого Миколая. Марта з вулиці Святого Миколая. Це так гарно звучить. Майже так, як Серафіна із Сан-Лісу. Я дивилась фільм про цю художницю і плакала. І вирішила називати себе Марта з вулиці Святого Миколая. Колись я так буду підписувати свої картини, але не повністю, а зашифровано ММ. А ми продовжуємо розмови, говоримо про те, які ж книжки війшли до топу найчитабельніших 2016 року. Сьогодні спілкуємося з бібліотекарем Іриной Ярошевською, нагадую тим, хто щойно до нас долучився. Отже, у нас залишилися ще дві вікові групи. Так, у нас остались средний возраст і старший возраст, ну тут вони немножечко, конечно, плавненько друг друга переходят. Средний возраст, ну можна і старший возраст, це Леся Воронина. Современно-українська писательниця. Не можу не похвастаться, що в цьому году, осінню, пані Леся завітала до нашого міста. Она була всего лишь один день, і з цього полдня она провела в нашій центральній дітській бібліотекі, вина Шорі Кобера і Веті Хоменко. Чому ми дуже були раді. Чому ми дуже були раді. Конечно, шли класи і шли просто не переставая. Да, це було 5 встреч, по 2 класи. Все були дуже-очень уставши, але счастливі. Потому що, действительно, замечательний писатель, Который, естественно, умеє общаться з дітьми, преподнести свою литературу. Діти були безумно влюблені. Сначала в произведення, а потім просто, ну, как лично. Увидив чувака, который, да, осознав. Да, она очень располагає. Ми сроднились, она пообещала ще приїхати в Николаїв. Поэтому, ну, в данном случае, эта книжечка ТМ на товариство. Я смотрю, що она, как би, входит даже в рейтинг BBC Україна, да, в 2020? Да, да, що немаловажно, я хотела сказати. Ви мене опереділи. І, тем не мене, її произведення стали також программными произведеннями. Це то, о чому ми говорили, що не треба заставлять ребёнка прочити по списку, ребёнок с удовольствием возьмёт эту книгу, прочтёт і прийдёт ещё за другою книгу. Так що, желаємо творчества, успіхів. І удовольствия читателям. Да, удовольствия читателям. А ми продовжаємо. Ну, вот я сказала, що це вже йдёт, як би, старший возраст. Але вот ця книга, я считаю, в неї возраста. Ё спрашивают, як і маленький, ну, младший возраст. То есть, це може бути, навіть до 1-го класа читають родители, тому що я кажу, а ви осилите цю книгу, взагалі, ребёнок? Нет, тепер читает папа, читала мама. В чём секрет этой книги, вы уже понимаете, да, о чём я говорю. Это американская известная писательница, которая уже стала классикой. Да, уже изучается даже в школе. Да, изучается в школе, да. Может, она знает какие-то магические заклинания, кто его знает, да. Джоан Роллинг и её Гарри Поттер, который уверенно уже последние нацять лет идёт по планете. И, вы знаете, экранизация. Да, те, кто ещё смотрели первые фильмы, сейчас уже, по сути, воспитывают своих детей. Да, 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 да. Ну, в чём-то есть секрет, как говорят, в чём-то есть фишка. Вы знаете, что новые книги выпускает Джоан Роллинг, но, тем не менее, Гарри Поттер... Да, крепко сел, мне кажется, что будет... Да, да, крепко, надолго, читаемый, еле-еле нашла книжку. И, извините, даже не библиотечно принесла, потому что нет её на полках, её нет. Её читают и спрашивают Гарри Поттера. Так что это очень важно. Да, да, и говорю, что вот даже такие сложные имена, названия или заклинания... У нас там, когда какие-то литературные квесты или викторины, думаю, боже, как же я выговорю. Ребёнок говорит без запинки, он не задумается. Ну, вот так вот. Для нового поколения новая литература. Да, да, да. Есть, идём мы дальше, я смотрю, что есть. Идём дальше, вот, и я хочу, нет, наверное, вернусь к фэнтези. Да, ещё одну такую массивную книгу. Да, мировая известная книжка, тоже такой жанр, как фэнтези. Это Паулини, Кристофер Паулини и его Эрагон. Мир эльфов, драконов, то, что, опять же, очень любят дети. Дети, взрослые, все абсолютно. Дети, взрослые, да, взрослые, наверное, от реальности уйти, а дети, потому что они дети, они себе фантазируют, вот. И главный герой Эрагон, трилогия этой книги, тоже занимает детские умы и сердца. Отлично. И я вот смотрю, есть то, что уже наше. Да, и на самое конец, то, что наше родное, как говорится, вы уже узнали. Да, поможки видел. Вы узнали, да, Евгения Бардина, ее детектив замечательный, Камасвет или записки из таинственного прошлого. Не можете не знать, потому что Евгения работала на телевидении, она журналист. Телевидение, на презентации были. Да, на презентации были. Она наш друг в библиотеке, какая очаровательная девушка, не буду говорить, все прекрасно знают. Прекрасный собеседник. Когда презентация была ее детектива, буквально, ну, дети с открытыми ртами, это были пятиклассники, мы думали, как-то им еще рановато, поверьте мне. Были вопросы, дети читают, и опять же, что, Женечка, мало книг, хотим, еще не хватает в библиотеке книг. Вот такой намек забросился. Да, пользусь случаем. Приходят, спрашивают книгу, чем она интересна, что это книга о нашем родном городе, о Николаеве. Мы узнаем историю города, Николаевские катакомбы. Герои – это сверстники, обыкновенные старшеклассники, которые учатся в любой школе. Вот. Кстати, еще хочу сказать, что иллюстратор – это тоже известная, опять же, известная художница наша Николаевская и друг Светлана Чабанова. Света, тебе тоже привет. Вот она как раз и на бошке Света. Которая часто бывает у вас тоже, наверное. Да, это уже друзья и нового дня, и телеканала Николаю. Им передаем большой привет. Да, ну таким образом вы можете видеть, дорогие телезрители, что вкусы у детей очень разные. То есть уживаются прекрасно и старые добрые книги, и классика, и новые. Вот, так что, ну а мы всегда ждем в нашей библиотеке. Нам есть чем вас порадовать, чем удивить. Вот, приглашайте, будем рассказывать, будем ждать вас. Мы только за. Вы, друзья, как всегда, можете узнавать о множестве мероприятий, которые проходят. И в соцсетях, и просто прийти. Да, на сайте, и на блоге нашей библиотеки. Так что, друзья, приходите, участвуйте. Как видите, жизнь бурлит, активно идет. И вам большое спасибо за то, что привлекаете, скажем так, не только детей, но и их родителей читать книжки. Ну, да. Вот так косвенно. Спасибо большое. Сегодня нагадую, что спелкувалось со словно топу книжек 2016-го року Озериной Ярушевской библиотеки нашего места. Дякую вам.